Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает очень насыщенный день на макроэкономические события. Достаточно посмотреть в экономический календарь. Буквально уже совсем скоро. Нас ждет релиз по инфляции в Англии в 7.00 по GMT. Далее в 10.00 по GMT статистика по индексу потребительских цен еврозоны. В 12.00 по GMT ежемесячные доклады ОПЕК, где нам будет представлена оценка соотношения спроса и предложения. И я думаю, что, скорее всего, мы увидим сигналы падения спроса, потому что не просто так. Некоторое время назад Саудовская Аравия снизила отпускные цены для своих партнеров из Европы, Азии и США. В 13.30 по GMT уже переключаемся на американскую статистику и, может быть, даже на самый важный релиз текущей торговой сессии. Это роничные продажи в США. Мы их анализируем как еще один индикатор потребительской активности, связываемся данными по инфляции и, в конечном счете, выводим эти макроэкономические составляющие на действия Федрезерва, касающиеся монетарной политики. В 14.15 по GMT ждем отчет по промышленному производству. И замыкать, скажем так, торговую сессию будет еще выступление главы Европейского Центрального банка Кристин Лагарта. Оно запланировано на 15.15 по GMT. В общем, скучать не придется. Сегодня следим за британской валютой, за евро, за долларом и за нефтью. Думаю, что и другие инструменты тоже не останутся в стране и присоединятся вот к этой волне волатильности. По порядку теперь индекс доллара 103.14. Все-таки американская валюта прорвалась выше 103 пунктов. Я думаю, что продавцы будут смелее и сдержат, опять же, укрепление этого актива. Но есть то, что есть. Причина роста доллара, скорее всего, повышенный спрос на защитные активы из-за событий на Ближнем Востоке. После того, как США и Великобритания нанесли авиаудар по именским куситам, опять же, те ответили ударами по военным базам США и посольству в Ираке. И, конечно же, это новостной фон, это страшные события, которые заставили участников рынка уже начать рассуждать на тему серьезной эскалации этого конфликта, расширения географии участников и вообще вывода кризиса на Ближнем Востоке на совершенно новый уровень. Да, этот фон толкнул вверх доллар и, соответственно, притопил позиции рисковых инструментов. Но монетарные факторы тоже никуда не делись, про них не забывайте. Ранее, собственно, они и были причиной, из-за которых американская валюта снижалась. Это ожидание того, что ФРС снизит процентную ставку. Голдман Сакс примкнул к медведям со своим агрессивным прогнозом того, что в марте ставка будет снижена. Этим прогнозом сейчас никого не удивишь, потому что даже мы тоже склонялись к идее того, что ФРС может пойти на этот шаг уже в конце первого квартала 1024 года. Но Голдман Сакс считает, что американский регулятор до конца этого года еще четыре раза после этого снизит ключевую процентную ставку. В совокупности снижение составит в притоке года на 1,25%. И это прям сильно много. Ни один банк не давал такие прогнозы и не озвучивал цели по ключевой процентной ставке. Видимо, Голдман Сакс абсолютно уверен в том, что на американскую валюту ждут не самые лучшие времена. Наверное, акцент здесь делается больше на средний долгосрок, если говорить про перспективы 2024 года. Сегодня ждем отчеты по рыночным продажам и промышленному производству. В частности, по рыночным продажам ожидается рост на 0,4% против прошлой оценки на 0,3%. А вот промышленное производство, скорее всего, подведет. Я не удивлюсь, потому что последние данные по индексам PMI производственного сектора, отчеты деловой активности в промышленности АТСМ были крайне печальными. И, например, не на чем было сейчас вырасти промпроизводству. Этот релиз может притопить позиции индекса доллара. Золото – 2025 долларов за тройскую унцию. Если сейчас оценивать среднесрочные перспективы этого инструмента, то, опять же, события на Ближнем Востоке – это фонд, который в любой момент может стать источником активных покупок для золота и вернуть снова этот инструмент в районе 2050 долларов за тройскую унцию. Сантимент пока что вновь более-менее нейтральной позиции, то есть на него сейчас полагаться не нужно. Стоит ждать более контрастного распределения продавцов и покупателей. Сейчас этого нет. Я, учитывая то, что ожидаю все-таки возобновления распродаж доллара, пока что верю в рост золота. Тем более, что снижение не стало таким уж значительным в последней торговой сессии. И тем более, что это снижение происходило в тот самый момент, когда рынок говорил о том, что как неплохо было бы сейчас переложить средства в защитные инструменты, опять же, из-за событий на Ближнем Востоке. Евро против доллара 1,0870. Очень много позитивных факторов в рамках вчерашней торговой сессии сложилось, но причем евро не отреагировал пока ростом на этот фундамент. Понимаю, что евро принципиальнейшим образом всегда влиял и будет влиять доллар. Но про фундамент тоже, друзья, национальный, европейский не забывайте. В частности, данные по инфляции в Германии указали на рост показателей с 3,2 до 3,7%. На форуме в Давосе было очень много уже выступлений представителей Европейского Центрального Банка, голосующих членов. В частности, Иохим Нагеля, который отметил что и, по сути, опроверг рыночное ожидание того, что Европейский Центральный Банк может начать вскоре смягчать монетарную политику. Точно такую же позицию высказал Роберт Хольцман, который отметил, что есть риск для дальнейшего усиления инфляции и вероятность того, что Европейский Центральный Банк снизит процентную ставку в этом году, крайне низка. Франсуа Велюра тоже поддержал идею того, что ИЦБ не откажется от жесткой политики и уж точно сделает это позже, чем, например, тот же самый американский регулятор. Данные по бизнес-оптимизму от ЗЮ не разочаровали. Рос с 12,8 до 15,2 пунктов и на этот отчет также Евро практически никак не отреагировал. Возможно, будет такой эффект по прошествии какого-то времени, когда доллар снова оступится и участникам рынка придется вернуться вот к этому европейскому позитиву, который копится. И пара евро-доллар может очень быстро снова оказаться выше отметки 1,09. Британская валюта 1,2620. Сегодня очень многое для данного актива зависит от отчета по инфляции. В частности, как я уже отметил, мы ждем эту статистику уже скоро, в 7,00 по GMT. Учитывая рост зарплатных плат или тот факт, что зарплатные платы остаются крайне высокими с учетом бонусов, среднее значение роста сейчас составляет 6,5%, конечно же, есть предпосылки для усиления инфляции. Тем более, что если вспомнить про показатели инфляционного давления в других странах сейчас развитых рынках, то эта инфляция демонстрирует признаки роста. И в Англии, возможно, то же самое. Соответственно, потенциально более высокие показатели инфляционного давления могут усилить, опять же, жесткость территорики Банка Англии, которая ранее уже неоднократно включала, почему очень важно регулятору сохранять ставку на текущем уровне. И мы про это уже много раз говорили, нам придется возвращаться к этой теме, потому что политика Банка Англии напрямую влияет на фунт. И сравнивая политику Банка Англии с конкурентом британской валюты в этом активе, с политикой Федрезерва, которая отвечает за доллар, я думаю, что средне-долгосрочно у фунта, опять же, куда больше возможностей для того, чтобы выйти на новые локальные максимумы. Цели 1,29-1,30, они остаются актуальными. Доллар иена 147,37. Вчера говорили про контраст монетарных политик, про то, что Банк Японии и Федрезерва, про то, что Банк Японии не намерен в ближайшее время отказываться от стимулирующей политики, это все так. Ждем завтра отчет по инфляции общенациональный. Уже ожидается снижение показателя с 2,5% до 2,3% и при таких значениях инфляции, конечно же, рынок станет еще более уверен в том, что Банк Японии оттожит решение по отказу от механизма контроля кривой доходности облигаций, по повышению ставки ввода ее с отрицательной территории, в лучшем случае, на конец 2024 года. И это может стать еще большим источником роста для пары доллар-иена. Мы, собственно, очень хорошо зашли в эту сделку. Наша первая цель уже достигнута, 147. Ждем движения в районе 148 и выше. Аналогичная картина, где преимущества доллара американского более выражены, чем у оппонента. Например, эта пара доллар-канадец тоже здесь первую цель сделали на отметке 1,35. Ждем теперь движения в районе отметки 1,36. Данные по инфляции вчера подтвердили, что инфляция в Канаде в месячном выражении снизилась на 0,3%. Базовый показатель инфляции в годовом выражении тоже скорректировался, друзья, с 2,8 до 2,6%. Здесь стоит отметить, что прогресс в борьбе с инфляцией в Канаде чуть ли не более очевидны, чем аналогичные достижения американского регулятора. Поэтому даже не знаю, какой из регуляторов будет соревноваться между собой за идею по первому именно смягчению монетарной политики и снижению ключевой процентной ставки. Нефть, разумеется, тоже не помогает сейчас канадскому доллару, потому что даже оценивая текущую ситуацию мы видим то, что и Brent, и WTI больше склонны к развитию нисходящей динамики. Соответственно, это тоже может надавить на позиции канадского доллара. И что касается самой нефтянки, 77,69% это ниже, чем вчерашние уровни. Данные по ВВП, которые вышли по Китаю сегодня разочаровали 5,2%, в годовом выражении прогноз был 5,3%. Роничные продажи 7,4%, прогноз 8%. Промышленное производство чуть лучше оказалось 6,8%, прогноз был 6,6%. Но в целом из-за показателя ВВП и активности потребителей больше вопросов к китайской экономике. Ждем отчет от ОПЕК, ежемесячный, как я уже отметил в начале своего выступления, скорее всего будут сигналы падения спроса, и это может уже надавить на позиции Brent. Цель 75 и ниже. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!